Всем привет! Вы опять слышите Лёшу Халецкого и, как видите, мне досталась Япония против Египта. Самое интересное, что у меня опять на карте Запад-Восток достается Япония. Снова не смог я вам показать выбор нации, но поверьте, мне там не очень повезло. То есть выбор был там что-то Византия, Венеция, Япония, Португалия, Сангай и Франция, по-моему. Вот из такого. Ну, да, как всегда, Япония не на море. Отлично. Хотя, знаете, вот я сразу, наверное... Конечно, у моего соперника Египет намного веселее, чем Япония. Так, вот давайте я сразу сюда пройдусь. Тут вполне... Ну, тут хоть и не море, но место-то неплохое. Вот, например, если вот тут я поставлю... А, если я тут... Есть еда. Есть еда, есть олени, две меди. Это неплохо. Ну и море, как вы понимаете, в этой стороне. Так что вот тут ставить... Ну что тут? Петра может быть. Но Петра такая слабенькая. А тут очень неплохие места. То есть, ну, понятно, что Запад-Восток это традит. Не понял. Так, загрузили сейв. Ну, я, в общем-то, не отказываюсь от своего намерения сюда пойти. Перезапустили Стим. В общем, все. Как всегда, Цива заставляет всякой фигней заниматься, прежде чем нормально поиграть. Тут, причем, с самого первого хода. Так, надо будет воинам сюда сначала прыгнуть, посмотреть. Тут-то место хорошее, но я могу еще тут увидеть, что... Может, там уже и море недалеко. Конечно, хотелось бы на море поставить. Нет, море далеко. Зато тут есть сразу коровы. Хотя море недалеко. Море вот. Три меди будет. Да, лучше тут ставить, чем тут. Но я еще прыгну к морю. Гляну, что там. Ну, вот мой соперник уже поставил город. С другой стороны, хочется угор поставить, потому что... Ага, вон ГГшка. Знаете что? Я лучше тут поставлю. Попробую опять сыграть не рядом с морем. Смотрите, а мой соперник очень конкретно на море поставил. И доказать, что все-таки на этой карте можно без моря побеждать. Так, попробуем. Так, стратегический баланс. Попробую открыть лошадей. Но лошади где-то тут должны быть. А ты ушел со своего места с лошадьми. Так, посмотрим, что тут за ГГ. Надеюсь, какой-нибудь пантеон. Потому что пантеон на медь мне будет очень в тему. Слушайте, может, иногда и не лошадей открывать, а... святилище и брать пантеон на медь. Давайте так и сделаем. Так, еда, производство. Я смогу купить оленей сразу. Ну, блин, военное ГГ не очень, конечно. Ну, что поделать. Так, что у нас с демографией? Да, с тремя еды. Ну, он тоже, видимо, на холм поставил и обрабатывает две еды. Так что... В всяком случае, место под столицу у меня пока... О, еще одна ГГшка сразу. Это хорошо, что они так плотничком находятся. Если что, можно будет дань собирать очень удобно. О, пантеон. Можно прекращать открывать святилище. И берем... Там медь, как я понимаю, соль и железо. Ну, соли тут нету, железо будет по-любому. Хотя, блин, запад-восток такая карта дурацкая. Что тут может и не быть, на самом деле. Так, вот. Медь, железо, соль. Пускай он пугается, что у меня тут соли немерено. Ну, такое озерцо небольшое. Так, рабочего построим. Все-таки лагает кто-то из нас. Ну, так как я играю против Египта, я думаю, пытаться чудеса строить не имеет смысла. Кстати, интересно, он пойдет сразу в письменность, чтобы библиотеку построить. Так, что у него с едой? О, у него... И тут не очень хорошо с едой. Ну, отлично. Видите, тут еще хорошо тем, что очень сложно будет обстреливать меня. Так, давайте искать места для других городов. Если что, можно будет потом мбанзу захватить и ее использовать как морской город. Главное, в развитии улететь. С другой стороны, я, получается, бонус Японии не использую, культуру от лодок. А вот и соль, кстати. Ой, вот... Ну, у меня столица вот тут у меня родился. Ну, тут город... Вот, вот тут, кстати, на пустынном холме. Точно будет и Петра вам, и вино, и соль, и религия от соли. Вера, точнее. Очень хорошо. О, тут... Мне очень нравятся мои места. Не знаю, конечно, как там у Египта, но у меня места неплохие. Так, давайте сохраним на пророка. Дальше мне майнинг нужен. Так, все вроде... И вот тут где-то надо будет третий город поставить. Так, лошадей надо бы прихватить раньше, чем Мбанза до них доберется. Так, я вот боюсь, что вот тут у меня будет какое-то для третьего... Хотя, вот тут, конечно, есть место для города, например. Походу, придется Мбанзу захватывать. Тут еще, блин, если тут еще ГГшка внезапно будет, будет очень плохо. Но у него все еще два жителя в городе, а я уже, видите, вовсю расту. Хотя он на производство. Что он там жителя строит? В смысле, поселенца строит так быстро? Интересно. О, еще соль. Отлично. Так, займемся медью для начала. Так, а стоит ли мне амбар сейчас строить? Давайте ему, наверное, сразу поселенца. Че тупить-то? Ну, переключайся. Производство. Производство. Главное, потом не забыть переключить. О, а не, это озеро. Блин, я думал, тут можно будет выплыть. Ну, тут не очень хорошее, конечно, место для третьего города будет. Наверное, вот тут, где у меня дуболом стоит, придется ставить. Я вот думаю, что я у Мбанзы Конга сопру рабочего, и мир не буду с ним заключать. Буду качаться там. Да, видимо, вот тут поставлю. То есть, тут город будет, тут город. А четвертый город будет Мбанза Конга потом, когда я его захвачу. Подождите, а зачем мне календарь? Что мне сейчас более важно? Давайте бронзворкинг, потому что железо мне откроет, который тоже будет мне религию давать веру. И копейщиков я смогу строить, чтобы передань из городов в государство собирать. Пока ничего не хотят у меня эти ГГшки. Сейчас бы, конечно, соперника бы встретить. Ну, я его так уже неплохо по очкам опережаю. Так, через два хода главное не забыть переключиться, а то, как всегда, жителя потеряю. Да, пантеон я очень в тему взял. У меня три меди, две соли будет, и еще пока непонятно, сколько железа, но я думаю, что и железа будет немало. Так, медь обработана. Теперь надо, видимо, сорокет. Давайте, наверное, куплю, чтобы быстрее к лошадям. Следующим ходом, может быть, он лошадей захватит. Нет, не захватил, отлично. Так, мне предлагают тут, но я проигнорирую совет и поставлю тут. Так, теперь переключимся. Производство. Так. Давайте, может, вот так вообще. Бесплатные. Так, неплохо. Еще каменная кладка будет. Так, границ Египта не видно пока. Нет, письменность он даже не думал открывать. Угу, тут все путем. Так, после амбара давайте сразу караван. Будем отъедать этот город. Нет, здесь нигде не на побережье. Ну, этот будет слабенький, конечно, такой городок. Ему тут не особо есть на чем будет развиваться. Вот этот неплох. Жалко, что я, конечно, третий нигде не могу у горы поставить. Ага, вот. Рыба на класс. Это очень неплохо. Кстати, а у меня-то чудес нету вообще. То есть оба чуду моего соперника. Да. Печалька. Ну, я зашибись чудом не в том плане, что это барьерный риф. Он, конечно, классный, да. Но тут еще и рыба прямо на нем. Понимаете? Конечно, балансом тут и не пахнет, я смотрю. А, вон. Рабочий. Наверное, все-таки придется мир заключить. Да. Ну. Просто буду надеяться, что я лучше в развитии играю, чем мой соперник. Так, что у нас с железом? Вот, железо есть. И все. И это очень плохо, что у меня железо на побережье. То есть он, например, может строить свои корабли и обстреливать просто моего юнита, который будет защищать. Кстати, надо посмотреть, что он там открыл. Вот, блин, сейчас куда-то этот рабочий пойдет в другое место. Надо вот сюда встану. О, вот еще лавенты. Но мне, мне кажется, лучше с Банзой Конга портить отношения, чем с лавентой. Ну. Так, святилище мне не нужно. Давайте копье построим. Да, ну видите, как я и думал, он сюда прыгнул. Ну, в смысле, появился рабочий здесь. Не буду пока мир заключать. Да, лаги есть. Так. Мне надо больше счастья. Надо пойти... Так, а я календарь-то открыл? Нет. Я календарь не открыл. Давайте сначала календарь, а потом уже письменность. И мне надо будет вино обработать. Так, производство. Производство. Ну, уже одинаково. Три-два. Но у него тут, блин, эти рыбы три... Просто сразу три дают. Но, с другой стороны, он не может никак обработать эту клетку. Он не сможет здесь рыбацкие лодки поставить. Потому что не заезжают сюда юниты. Так. Может переключиться пока на еду. Все равно два хода. А так три вырос. По-моему, неплохо. Так. А тут так сделаем. Так. Может после календаря лучше второй караван открыть? Лучше второй караван, чтобы можно было в столицу пустить. Этот мы в Усаку. Так. Тут еда, производство. Железо. Ну, смотрите, у меня раз, два, три, четыре клетки на веру. Тут будет. Одна тут. Пять. Шесть. То есть шесть веры в ход. Этого достаточно для религии. Вполне. Монархию возьмем. Ну, он тоже, наверное, пошел по традиции, да. Отлично. Отлично. Киота вырос. Семь ходов. А на производство. А на производство. Так. Ну, у меня три хода до каравана. И что мне тут построить? Давайте, может, сеттлера тогда еще одного. С верой вроде у меня все норм. Семь ходов. Са счастьем тоже все норм. Косоко растет. Так, тут на производство. Да, 4 веры вход. Отличненько. Нет, я лошадей пока не буду, потому что мне вот эти клетки веру дают. Так что, вино через два хода. Ну, догоняет уже, конечно, с такими-то чудесами. Я не знаю, как у него второе, он может на религию как раз второе. Поэтому мне надо религию быстрее, быстрее. Хотя, еды среди у него сколько? Может, там Виктория? На еду давайте. У меня сейчас Осоко как столица будет. Так, есть еще один караван. Есть еще одна возможность, еще один караван построить. Лучше медь пообрабатываю, потому что мне пока железо не надо сильно. Она только даст плюс производства. А тут золото еще будет. Так что, лучше же медь. Ну, хотя нет, столько еды. У меня-то сейчас все на производство стоит. Хотя, один на производство, другой на... Нет, что-то мне кажется, это не Виктория. Наверное, все-таки там что-то с религией. Что, конечно, нехорошо. Он раньше религию получит. Ну, я, если что, пагоды возьму тогда. Он явно на производство возьмет. Так, Осоко еще раз выросло. Ну, можно библиотечку. Так, что, кстати, у него с письменностью? Открыл? Открыл. Опять же, не забыть, следующим ходом переключиться на еду. Так, мне предлагают тут, но я лучше вот тут поставлю. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS, справочника и карты городов. Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год. Так что, не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Ну, библиотека. Так, давайте глянем, куда он там вообще пошел. 77, 77, 129, 129. Так, ну еще непонятно, что он взял. А, вот он вошел в классическую эру. Ага, философия. Ясно. Все ясно, пошел в развитие. Давайте попробуем математику. Ну и, соответственно, сады урвать висячие. Висючие. Два-два юнитов там нету. Или в философию пойти. Ну, пока рано. Я третий город по-любому буду ставить до нацколледжа. Надеюсь, солька добавится. Так, и тут давайте переключим на медь. Сейчас я отправлю все равно караван из Осаки в Киото. Должна и так расти. Сколько ходов? Один. Ну, можно уже на соль, видимо, ставить. А этим пойду оленей обработаю. Он меня уже обогнал соперник. Ну, это, судя... Да, из-за технологий. Из-за технологий. Ну, и жителей уже побольше у него. Явно отправил морские караваны отъедаться. Ну, посмотрим, что у него со счастьем. Пока он один только обработал люкс. У него, наверное... Да, счастья пока хватает. Отлично. Соль. Ну, три веры в ход. Пока... Пока все по плану. Сразу может библиотеку строить. Девять ходов, если что, нацколледж. Ну, три хода и Киото вырастет. Три хода и Киото. Пять хода. Три. Так, что у нас тут с юнитами Умбанзы? Может, рабочего мне подгонит еще одного? Ну, вообще, на иммортале будет сложно захватывать эти города. Причем... Ну, это надо только арбалетами делать. Потому что может сразу приплыть египтянин, там, галиасами, и отбить. А тут надо просто приходить арбалетами конкретно. И ученого. Ученого. Усака хочет пряности. Ну, то есть благовония. Ну, вот у Египта, наверное, надо попросить. Я так думаю. Вот, отлично. Соль. Соль — это неплохо. Надеюсь... То есть то, что там два чуда, одно из которых барьерный риф. Я напоминаю, что это две клетки барьерного рифа. То есть второй где-то тут, и он тоже его обрабатывает. Я смогу компенсировать тем, что у меня вроде неплохие... Ну, соль все-таки. Так, что я тут построил? Библиотеку. Может, святилище построить, чтобы быстрее все это было? Или рабочих? Давайте рабочих. Тем более, что я не вижу, где там мбанзы. Спирить можно. Два хода. Он раньше сам добавит соль к себе. Так, когда тут лагерь? Готово. Киото растет. Девять. А так... Семь. Так, что он там уже пооткрывал еще? О, математику он уже открыл. Я думаю, к висячим садам можно не лететь. Ну, пойдем в рынок. Или попробовать висячие сады построить, блин. Может, лучше Стоунхендж, чтобы уже уверенно взять религию. Хотя, если он сейчас окажется, что он Стоунхендж строил, то можно попробовать будет висячие сады. Так, выросло. Так, выросло. Ладно, может, пускай пообстреливает. Ага, вот рабочий как раз. Отлично. Как мне так спрятаться от Бумбанзы, чтобы она рабочего вывела? Так, шесть ходов. Ну, давайте Петру, потом Философию. Хотя, у нее тоже может быть Петра, раз он в математику пошел. Давайте смотреть. Сто тридцать пять. Когда я ее открою, там должно быть сто семнадцать, если я один открыл. Ну, так-то у меня вроде получше. Ладно, попробуем Стоунхендж. Потому что религия, вот процент на производство на такой карте при игре через традицию, это очень крутая штука. Ага, взял Пантеон, ясно. Видите, плюс четыре от чудес. То есть у него плюс двенадцать сейчас веры будет в ход. В то время, как у меня плюс четыре. То есть у него с этих, с барьерных рифов, каждые четыре дает религии. Ну, посмотрим. Он, кстати, что-то очень долгое к этому Пантеону шел. Надо быстрее. Храм Артемиды построил. Теперь, видимо, начнет эту. Висячие сады. Так что Стоунхендж вполне можно попытаться урвать. Да, давайте святилище. Потому что тут религия очень нам нужна. И лес вырубить негде. Так, а у него три города или два? Уже три. Так, ну, у меня счастье заканчивается, да? Плюс два. То есть я к тому, что у меня нету больше никаких ресурсов для обработки. Так, наверное, надо идти здесь. Медь. Порыть. Так, пять-пять. А так, четыре-пять. Ладно, оставим так. А так, четыре-пять. А если... Блин, ладно, не успел я. Четыре хода. А если на производство? Три. О. Пока оставим так. Пускай быстрее Стоунхендж построится. Все. Все. Три. сейчас деньги открою кстати он не открыл их еще не открыл так я думаю что он открыл драму и поэзию боже он что в теологию идет укрепить сразу непонятно может поднастроить немного юнитов и высадится у него я смотрю он вообще на армию забил даже я бы сказал что у меня пару юнитов и есть можно переплыть и глянуть что там у него да для этого мне нужна оптика четыре хода до оптики давайте юнитов переводить так ну что он конечно я построил потому что я хост поэтому будет считаться что я его построил так оптика пока рано давайте пока каменную кладку пооткрываем так даже не каменную кладку а философию потому что я думаю что я скоро уже построю библиотечку отлично у меня тоже плюс 12 стало и следующим ходом у меня уже может быть пророк так это я неплохо сделал я думаю висячие сады строит он так что давайте мы под настроем копейщиков чтобы у него там высадится так а здесь мы будем петру строить у меня два хода еще вот этот копейщик подойдет сюда так наверное знаете что мы эту вернем клетку себе так сделаем ну залагала ну там уже лучник этого сюда отправим так после философии все-таки оптику потом construction он открыл тоже деньги слушайте может он строит все-таки петру так надо что-то на производство прикупить может этот лес вырубить 13 ходов петра куда поплыл будет пытаться мне грабить лошадей представляете сволочь конголесская так я тут пока плыть не могу что оптика не открыта так что постоим что с развитием ну не сказал бы что прям печаль так где мой пророк почему он может появиться раньше у моего соперника а так не должно быть давай появлялись но и и и и и и и и Я не зря строю, судя по всему. Но эти трое поплывут, а этот будет на защите у меня. Не дать бы караваны разграбить. Но эти сейчас, конечно, будут обстреливать постоянно моего. Ну, апну сейчас. Тоже неплохо. Так, отлично. Религию эту я ухватил. О, сразу плюс 5% к производству. О, висячие сады. Блин, ну... Ой, ё-моё. Так, тут... А, нацколледж один ход, блин. Что мы тут на один ход построим? Давайте цирк. Потому что счастье-то надо, города растут. Ладно, 3 копья мне хватит. Этим давайте защищаться. Так, этот караван отбегал свое. Давайте из Токио в Киото. Тут все нормально. И тут все нормально. Два хода до оптики. Так. Здесь... А, блин, тут амбара. Ой, блин. Ладно, 4 хода. Караван подождет. Так, у него армии, я так понимаю, нету. Да. Это очень хорошо. Так, а... Ага. Каменную кладку я все еще не открыл. Да, давайте-ка мы тут лес вырубим. Заодно шахту построим. Три хода, один ход. Так, 8 сейчас станет, да? Но... 8. О, в Средневековье. Интересно. Ну, теологию явно. Нет? Гражданскую службу? А, он в гражданскую службу. Прямо конкретно. Ну, окей. Потом, видимо, универы. Да, иди заходим. В Rege. Родинка? 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 Тут проплыть нельзя. А вот тут можно, окей. Ну что, один? Да, сократили с четырёх до трёх строительство амбара. Так, сейчас он будет мне следующим ходом бомбить моё копьё несчастное. О! Так у него наземные караваны-то. Так это ж круто. Что ж ты, мелок? Так, знаете что, пойду я туда схожу. Армию ты не строил тогда, раз у тебя наземные караваны. Так, отправляем в Киото и здесь рынок. Ну, не всё так уж и грустно. Кстати, он до сих пор ещё религию-то не принял, по-моему. Да? Плюс шесть процентов. То есть, видите, полтора молотка. Но это пока, пока мы тут не разошлись. Так. Арена. Надо, наверное, всё-таки инженерное дело дооткрывать. А потом идти... Блин, я вообще уйти хотел. Спрыгнуть хотел и свалить. Вот и... Чудо ещё. Ну, в смысле, это всё тоже. Только сейчас я получил... Когда два открыл, только тогда я получил счастье. Так. Пока оно в эту сторону бежит. Ну, вот тут надо будет встать и я караван разграблю. Слушайте, так мне повезло. У него столица не на море, как видите. И он морскими караванами не отъестся. Ну. А, у него вот такое внутреннее море. Ну, неплохо, неплохо. Одиннадцать уже. Ничего так. Значит, этим ходом сюда, следующим сюда, потом сюда. Ну, постоим пока. А, можно же дороги провожить. Так. Как тут лучше всего? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Ну, или пять, шесть. Так. Четыре, пять, шесть. Так, пофигу. Так, ну, Петра вроде у него тут. О. ГГшечка. Ага, вот и второе чудо. Ну, это чудо у ГГшки. Ладно. Так у него только плюс восемь тогда. Ладно. Все не так уж плохо, как я думал, как мы с вами вначале расстраивались. Правильно? Рано расстраиваться, все пока путем. Ой. О, колесницы поехали. Так, ну, я сейчас сюда встану. А, я не могу сейчас сюда встать. Тогда проще сделаем вот так, чтобы два места контролировать. Да, ну что, тогда план с захватом Банзы Конга вполне логичен. Так, Петра моя. Блин. Тут, наверное, не про... Хотя надо отступить. Нет, там не пройти, там горы. Пойдем на последней секунде. Так, тут уже обстреляно. Поэтому пойдем... А, блин. Все-таки городом обстрелял меня. Вон еще ГГшка. Так, Петра. Закрываем традицию. Соперник, наверное, уже закрыл давно, да. Вот тут я его караван разграблю. Токио. Уж извините. Так, куда мне лучше отправить? Мне кажется, в Осаку. Давайте из Токио в Осаку. О, вот и религия. Брюссель. Так, что Брюссель хочет? Ничего. Ну вот так. Давайте мы ему защиту пообещаем. На Риму хочет техи. А лавента ученого. Так, ну, столица у него у горы. Хелиополис тоже. Ну, собственно, у него тоже два города у горы. А у меня один у горы. У него тут холмы очень неплохое, кстати. У него место намного производственнее, чем у меня. Так что с местом ему тоже повезло. Так, что мы тут спасать будем? Вот этого. Нет, вот этого. Так, инженерное дело открыто. То есть можно еще один караван. Значит, караван, потом геликарнастский мавзолей. Ну, да и. Не то. Значит,Kat. Ага. Будешь скучивать. Под nuts сADAS. Неплохо у него, конечно, фивы отъедаются. У него вообще три города или, может, четыре? Нет, три. Так, я даже не посмотрел, какую он религию принял. Пагоды. Ну, в пагодах я не сомневался. Токио растет. Дорога. Ну, давай. И здесь дорогу. Ну. 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 КОНЕЦ Да, какие-то вообще лаги такие конкретные. Да, жалко, тут он меня видит. Эх. Так, Оракл мой. И так, и так, три. Ладно, пока отойдем. Что возьмем? Патронаж возьмем. Хотя, дипломатической победы нету. Но, этот... Гадить моему сопернику... О, вот здесь. Кстати, очень не помешает конюшня. Гадить моему сопернику, принимая всякие запрещающие для него штуки, очень будет неплохо. Тем более, что он, скорее всего, первый выйдет в печатный пресс. Жалко, я полностью не открыл. Ну, вот что это, пирамиды он строит, да? Пирамиды. Ну, блин, я не думаю, что на такой карте пирамиды важное чудо. Так, давайте-ка, наверное, лошадок защитим. Лошадок защитим даже не для того, чтобы их не разграбили, а чтобы я производство мог с них брать. Лошадка защитим. Лошадка защитим. скоро укреплю же религию таки тут неплохо так надо киота как-то отъедать а то у меня 8 у него 13 как-то я со столичкой то отстаю ну неплохо сбегали потеряет рука одно копье при этом караван разграбили открыли территорию соперника почему нет так высок уже один бегает да давайте в токио я лидирую с тремя технологиям может кинуть пооткрывать дешевые техи чтобы антонарин антонарин хорошая гость да и блин брюссель тоже неплохо к себе перетянуть так он тут колосс не строит а он колосс вообще может и филах построить так дорогу тут закончили но он уже открыл универа ну в принципе правильно я отсюда не заглядывал а он сразу пошел в универа так где у меня укрепление религии пагоды он взял не знаю стоит ли мне брать мить мечети чеченица вообще может мне не укреплять религию пока у меня мавзолей гели карнастки не построится все-таки плюс 100 золото так 32 а если так 22 отлично оставим тут у нас что 44 34 отлично и здесь ладно пускай пока так ну что он поднастроил уже армию да не понравилось видимо сколько я отстаю на две техи отстаю 11 входов так тут пока так оставим ну кстати неплохо что у меня такая длинная река хотя и у моего соперника но у него моего соперника только один город на реке а у меня два то есть я уже как минимум две г смогу построить так вот мне следующим ходом нужен пророк пожалуйста просто обеспечьте хрен очень жаль знаете я парфенон построю потому что и оракул и парфенон очень неплохой бонус культуре дают ничего пускай 6 ходов так тут есть шахта шахта так я пожалуй тут ферму построен потому что с едой как-то не очень так так пророк ты где появляйся давай отлично так взять защиту или плюс 50 каждый раз когда великий человек что не делает а тут у нас что ну мне хочется мечети взять вообще-то что я наверное так и сделаю так тут колизей шесть ходов универы что он там интересно построил уже универы или нет после универов наверное в астрономию пойдем а потом в банковское дело чтобы запретный дворец построить а он наверное пойдет в печатный пресс так храм я думаю мне не нужен стену попробовать давайте стену давайте стену фивы фивы шесть-семь у меня шесть-девять у меня вот этот город неплохой в принципе хоть за счет этого как-то так знаете что лучше тут поставить а то не все море контролирую так два-два так так отойду о он треремку построил решил тут поплавать посмотреть мои берега ну посмотри поплавай блин что-то я ну можно еще эстетику кстати принять или коммерцию биг бен ну то есть парфенон уже мой через сколько ходов через четыре то есть три о карден можно как раз великие люди быстрее рожались 15 11 ну потихоньку догоняю потихоньку правда так надо миссионера миссионера сохранить да ладно серьезно что ты мне тут сейчас награбишь интересно по-твоему так что парфенон дает а у меня сразу тут слот еще четыре культуры то есть аж плюс шесть культуры считаете ну неплохо блин вот этих надо обработать что я забыл совсем так так и здесь у нас колизей тоже построен убежал а ну он столицу мою посмотрел ну да тогда правильно в принципе так еда 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 производства ну пускай так ну пускай так ну пускай так ну пускай так ладно не могу строить уфицы но я не хочу дальше патронаж честно говоря брать странно вот а это он не не пирамиды строил а слушайте может мне тогда пирамиды построить знаете ради чего ради очков великого инженера как бы коммерцию брать у меня бабок сейчас и так не меры exploration мне тут вообще не надо эстетику чтобы эти быстрее появлялись ну знаете что давайте попробуем наше ну все и все и и сейчас и все и и и ну он будет начинать работать сейчас вывалится соперник ой ой блин ну потому что лаги сидишь смотришь вот на то как что происходит ну филы отправим естественно так во что он вошел я думаю в астрономию до в астрономию так два каравана в киото по одному в осаку и в токио вообще в осаке вот эти надо еще о блин я мне еще тут с караванами веселуха куда это он интересно копье свое тянет вообще надо мне лучников поднастроить то и выйти плавают а мне и обстрелять нечем ну как всегда на карте запад восток игра получилась долгой на развитие поэтому мне приходится разбивать на серии иначе я просто это видео не загружу продолжение я надеюсь вы увидите завтра ну и если у меня будут какие-то проблемы с загрузкой то послезавтра уж не обессудьте а пока пользуйтесь 2giz и играйте в умные игры спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры